Я хочу вам показать кусочек, небольшой отрывок из процесса работы над новой ауди-книгой, которую я сейчас записываю. Эта книга по сборнику «Только любовь. Вот и все». Я думаю, что в ближайшие дни я ее закончу, и она будет представлена в моей группе ауди-книги Владимира Симонова. Итак, небольшой отрывок этой работы. То, что я сейчас буду читать, это я записываю, и оно потом войдет с основной частью в ауди-книгу. Я расскажу тебе о любви. Напою мелодию света, чтобы она напоила ответом на твоем пути. Я расскажу тебе о любви. Слово будет пронзительно новым, чтобы смогла приподняться к основам высоты пути. Я расскажу тебе о любви. Покажу восходы, закаты, что неправда. Это неправда, что мы распяты. Каждый единство пути. Я расскажу тебе о любви. И гармония даст вдохновение, упоительного прозрения, крыльностью пути. 4 октября 2014 года. Сейчас пролетит вертолет. Я записываю это в реальной атмосфере. И хотя довольно-таки глубинная чистка идет во время редакции по сторонних звуках, Тем не менее, очень сильные звуки проникают. Приходится останавливать запись. Но я продолжаю. Я истекаю любовью. Я истекаю любовью, как спелая груша. Как океан облизывает сушу. Как небо целуется с облаками, звездами и нами. И таяние благословляет на поцелуйность случайности. На объятия вечной дороги, в пыли и в тревоге. Но истекая преобразуюсь, солнцем заночую, с луной оттанцуюсь, Чтобы в паруса влететь ветром, родиться вечностью, умереть метром. Истекать легко, ненавидеть сложно. Все, что не любовь, ложно. Все, что скучно, никому не надо. И бесполезно для галактик парада. Цельность Я умираю 24 часа в сутки, Рождаясь заново каждое мгновение. Цикл ускоряется неимоверно. Проживание приполнено вдохновением, И, падая в пропасть вне времени, Я цепляюсь за любовь, как за соломинку, Вытаскиваясь на вздохе очарования женщины. Она мне не может помочь, ибо не родилась, Но я вдыхиваюсь в ее аромат, Наслаждаюсь ее легкостью, Очаровываюсь походкой и грущу. Сегодня женщина разбита на осколки. И в каждой. А мне не хватает цельности, Ибо только рядом с цельностью Возможно бездумье и радость. Нету цельности, и я не нужен распятый. Поэтому я выживаю, пока женщина не родилась, А потом буду не нужен. Исчезновение возможно в женщине и женщиной, А пока Симонов, как маяк, На меня, на меня, на меня зову, Зная, что как только она родится, Симонов уйдет. Вызываем огонь на себя. Но не звать не могу, Потому что задыхаюсь от переизбытка любви. Это же жданно и желанно. Приходится все время синтезировать до идеала Эту безумно упоительная работа. Приходится все время синтезировать до идеала. Это безумно упоительная работа. Я в вечном мозаикосложительном творчестве. Но меня так родили. Женщины реальные. Зачем их нагружать до мечтовывания? Женщины реальные. Зачем их нагружать до мечтовывания? Всех разных складываешь в единость, Усиливая белая и глуша черная. Во мне живет эта женщина. И я счастливый, ибо знаю ее. И она проявляется в каждой. И помогает мне выживать. И в каждой, но своими пропорциями и своей ответственностью нашего сотрудничества. Трансформация сознания. Любовь – это Бог. Бог – это любовь. Любовь – это женщина. 7 октября 2014 года. Осеннее. Осеннее. Распыливаюсь, расслаиваюсь по дням этажам, перекраиваюсь, перемалываюсь, накопленная в хлам. Тропиночка узкая между здесь и там. Слово рождается русское с матом пополам. Боль утоляя рассветами, зачиная дни, песнями выживаю неспетами. Со мной соловьей. Осень ветром корежится. Листопад. Намечтаю, что сложится. Расцветет сад. По колено. По щиколотку. По горло волна. Океанская выправка. Небо со дна. Тишина молитвенная, сердце курок, и Господь остробритвенный дает урок. Не сутулиться, не плакаться, над головой рука проплывают патокой облака. Обнимаю их крылами пустота, дождь прольется над нивами с листа. Растревожусь гармонией, джаза прыть, основное условие – плыть. Непогода прояснится, звуком прольюсь. Осень проказнится, чуть-чуть и проснусь. Кровь взыграет мелодией новых нот, иронией, пародией высот. 11 октября 2014 года. Реальность. Мы прорвемся, проживем, пролюбим, проползем, пройдем или пролетим. Были, есть мы и, конечно, будем, мечтая то, что нахотим. Восхитимся, торжествуя жажду, океанской высотой себя родив. Вытанцуем женщину однажды, платья из рассветов раскроив. Благородный век дает отсрочку. Время прозревать и воскресать, приполняясь любовью дни и строчки. И воскресать, приполнять любовью дни и строчки, пахтать мир, надыхивать, верстать, не пренебрегая грязью, твердью, не накапливая сажи впрок. Крещены мы жизни, светом, смертью. Разницы особой нет. Все в срок. Все зачтется. Торжествует мудрость. Утверждая перспективы, ток, благословения нисходят трудностями. И любовь, как Господа, урок. 15 октября 2014 года. Каждый сборник, который я реализую аудиокнигой, он занимает определенный этап. Вот в данном случае этот сборник, он где-то вот вторая половина 2014 года. Я как бы иду от сегодняшнего дня к предыдущим. Поэтому вот так и получается, что последний сборник я там записывал где-то 15-й год. А вот сейчас это зарисовки, стихи, какие-то реакции мои на контакты в Фейсбуке и так дальше. Вот в этот период, период 2014 года. Но что интересно для меня, и прямо откровением, что многие строчки, которые записаны в 2014 году, мне более понятны именно сегодня. Такое впечатление, что стихами и словом прозреческим, прочерчивая пунктир дороги, который ты проходишь, чтобы потом, оглядываясь, видеть логику. Любого прозрения, любого откровения, логику и ответственность. То, что я говорю сейчас, я потом при редакции вырежу из книги, естественно, оно не войдет. Это только для того, чтобы я мог поделиться с вами вот этим процессом, этим наблюдением, связанным с рождением новой книги. Только любовь. Вот и все. Еще небольшой отречек. Будда отличается от ученика отсутствием. Любящий отличается от влюбленного прозрачностью. Женщина отличается от мужчины глубиной непредсказуемости. Будда умирает учеником, любящий умирает растворением, а женщина умирает мужчиной. Испытание для мужчины – это преодоление трудностей. Испытание для женщины – это ориентироваться на любовь в качестве основного вектора развития, не признавая других направлениях. В испытаниях трудностями умирает мальчик и рождается мужчина, потому что мужчина – это ответственность. В испытаниях любовью умирает женщина и рождается Бог, потому что Бог – это любовь. 17 октября 2014 года. Я делаю остановку. Спасибо большое, что посмотрели эту небольшую зарисовку. Всего самого наилучшего. Вдохновения вам, любви и радости. Если не вдохновляться каждым мгновением, как можно выжить? А танцуя себе рассвет, Танцуя себя рассвет, Можно достичь прозрачности, При которой реальность вокруг тебя Будет такой, Какая она есть на самом деле. Всего вам самого-самого наилучшего. Владимир Симонов. 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 Субтитры сделал DimaTorzok